всем добрый день это питомник рос Полины Козловой уже практически заканчивается второй месяц осени 2019 так цветет красавица аква такой необыкновенный цвет это и не розовый и не голубой и не лиловый это что-то смешанное мне почему-то кажется что здесь смешан больше розовый пепел и вот именно такой темно-голубой и в результате получилась вот такая красота собственно сейчас хочется не об акве ответить на вопросы которые были просто видео про то как мы сажали новые розы с помощью чудо-машинки под названием мотобур и сразу рассказывали про то как капельную ленту расстилали вот вот мы все посадили сейчас было красиво видно все вот сразу все засыпали мульчой мульчу мы используем это у нас опилки лиственных пород в основном у нас сейчас но здесь вот дуб в идеале конечно было бы неплохо если это были фруктовые деревья ну за неимением ничего более хорошего дуб тоже сойдет для чего мульча ну в нашем случае в основном для того чтобы как можно меньше было сорной травы потому что сорная трава это конечно бич на нее тратится очень много времени и сил мульча в этом плане помогает семена оседает сверху на мульчу и даже если они прорастают ее гораздо легче выполоть чем тогда если семечко укорениться в земле во вторых здесь ходить будет гораздо приятнее и чище когда будет сырое время года и сверху мы сразу расстелили капельную ленту капельную ленту у нас скажем так самый простой скобочках скажем деревенский способ посадки то есть мы все сажали в рядочки для экономии места ну и как мы стелили капельную ленту ну то есть мы ее закрепили там вначале где выход основной трубы которая несет воду и мы ее расстелили вот так возле роз и закрепили надеюсь будет видно вот такой вот металлической проволокой похоже на шпильку она держит капельную ленту она при ветре не дает ей раскидываться по участку но при этом когда работаешь такой вот петлей металлической или шпилькой и не нужно ее очень плотно скажем так в капельную ленту прям впивать ну сделали вот так вот чтобы расстояние было потому что капля когда она наполняется водой она расширяется сужается то есть должно быть место чтобы ее и ничего не мешало вот так вот выглядит у нас вновь посажены розы вот так вот глубоко кто-то спрашивал не вымерзнут ли они нет не вымерзнут роза при правильном уходе при правильной кормежки 20-27 роза выдерживает без укрытия это у нас саженцы новые я в производителях и тех кто мне их привозил уверенно так что ждем и будем хвастаться в следующем году новыми сортами но это вот вопрос потому как капля теперь по поводу сколько же капля проливает воды кто-то сказал что не сказал вернее кто-то написал да что ж там капельная лента у нас совсем мало дается воды там садовом к оперативе на два на три часа в сутки вот собственно сейчас попробуем объяснить что в капле происходит насколько она выкапывает на рулоне с капли сбоку обычно написано сколько выход через вот этот эмиттер ну условно скажем дырочку воды можно разделить это на три показателя то когда воды очень мало я сейчас буду говорить средние показатели для самой дешевые ленты которая продается во всех магазинах я сейчас не беру супер профессиональную я буду рассказывать именно то что обычно берут и продают для обычных огородов если воды очень мало то есть система полностью будет не наполнена на сто процентов то через одну вот такую капельку будет уходить за час порядка 600-полтора литра воды то есть если вот в нашем случае здесь идет 10 сантиметров шаг шаг это расстояние между каждыми дырочками вот тут посчитайте на 10 дырочек то есть на метр при при самом низком при самом низком уровне воды у вас за час прольется порядка 10 3 3 с половиной литров это совсем совсем вот если воды можно сказать совсем не будет то есть капля капельная лента будет поле полупустая при средне наполнение ну это когда вот обычное давление воды в кране у вас за час через одну дырочку пройдет где-то от полутора до двух с половиной литров ну вот читайте полтора на десять это 15 литров воды у вас уйдет за час и если давление очень хорошее когда у нас такое бывает что срывает капельную капельную ленту от давления но тогда бывает что за один час и до шести литров выкапывается она уже не капает она буквально уже так брызжет так что если при посадке розы я обычно говорю при посадке розы нужно не менее десяти двенадцать литров воды то есть если у вас капельная лента будет наполнена по среднему вы за час за полтора прольете ровно столько сколько нужно в чем хороша капельная лента когда вы поливаете через шланг или через ведро у вас основная масса воды так как ее выливается сразу и много она растекается по поверхности почвы а нам при посадке и вообще при поливе нужно чтобы корневая система и земля вокруг саженца была мокрая то есть капля камень точит но в нашем случае она прокапывает ровно ровно на столько сколько нужно так вот это вот ошибочка кто у нас сегодня мульчу растилал надо будет сделать замечание вот такого делать нельзя то есть нельзя ничего сыпать сверху на мульт на каплю потому что эмиттер может забиться и плохо потом капать так забыла сразу что хотела сказать как посчитать какую каплю нужно покупать себе на участок то есть шаг у капли бывает разный от 10 сантиметров и выше то есть 10-15-20-25-30 и пошли там уже есть специальные ленты где там 60 сантиметров но обычно для обычного огорода при среднем уровне посадки где у вас не все очень плотно но не очень редко где-то 15-25 шаг сантиметров шаг вполне достаточно у нас посадка всегда очень густая потому что у нас места не хватает для всего чего я хочу мы берем 10 ну иногда 15 но я вообще-то люблю 10 сантиметров лучше сразу дать большое давление и за полтора часа пролить все что мне нужно обычно на один полив у нас уходит порядка там в среднем полтора-два часа все хорошо проливается как проверить пролилось или нет ну тут можно конечно умничать ну самое простое то есть берете лопату и в то место где вам капала капля ну естественно не на растения ее втыкаете вертикально насколько можно глубоко и отодвигаете и у вас будет виден разрез почвы и вы увидите насколько у вас промокла земля вот это и есть показатель того как капает но бывает с первого раза такое что если земля очень-очень сухая просто очень сухая пересушена за один раз ну скажем так сантиметров на 60 капля не пробьет землю ну если земля абсолютно нормальной влажности то за один два полива за час два полива у вас все получится очень хорошо так что вот что еще нельзя сделать капли ну нельзя конечно по ней бить чем-то металлическим нельзя по ней ходить на каблуках надо смотреть чтобы ничего ее не протыкало но опять же если такое случится в принципе это не смертельно есть такие штучки они называются ремонтники это такая пластмассовая я потом это все покажу все эти части запчасти конструктора лего скажем так условно они все эти продаются всегда должны быть такой ремкомплект если вы собираетесь все это сделать капли каплю по своему огороду и все это ремонтируется то есть берете ножницы аккуратно врезаете то место где у вас какой-то порыв вставляете ремонтник закручиваете все у вас прекрасно работает обычная капля самая скажем так эконом вариант вообще абсолютно недорогая она служит при нормальном использовании то есть если вы не будете по ней на каблуках ходите не будете бить ее цапкой у нас служит 3-5 лет есть капля плотная то есть плотность это толщина стенки пластиковой есть они стоят немного дороже но те капли вообще начинают у них гарантия от 5 лет и выше то есть они гораздо гораздо лучше вот что еще можно сказать про капельное орошение то есть это мой личный совет можно сделать я вообще за то чтобы сделали вот такие вот краны на каждый ряд то есть когда вы поливаете вы можете контролировать полив конкретно своего ряда некоторые у нас любят экономить я вот в этом плане я не люблю экономить и ставят вот такие вот тройники без так извиняюсь у нас здесь технический работник прибежал так любят ставить без крановую систему вот то есть включили воду и она капать будет бесконечно пока вы ее не выключите я например против потому что но опять же везде разная промокаемость везде разная длина капли то есть чем капля короче чем она быстрее наполнится водой тем больше она вам выдаст на поверху воды то есть вы быстрее и прокапаете все на свете что вам нужно так что еще нужно когда будете капельное орошение если будете себя проводить ну во первых вам понадобится я тоже как бы очень советую это все опять же из практики мне этого никто не объяснял я наверное года три билась пока поняла что я хочу вам понадобится вот такая вот она называется капельная трубка она абсолютно целая нет никаких отверстий она из очень плотного пластика размер она мы у нас на нее называют 16 то есть она абсолютно по размеру подходит под капельную ленту они очень это один и тот же размер только капельная трубка она жесткая капельная лента она мягкая для чего нужна капельная трубка ну предположим у вас какая-то очень большая клумба и растения у вас растут не по порядку а местами то есть вот кучка растений какая-то группа растет а потом какое-то расстояние предположим там метр или больше или может быть чуть чуть меньше у вас пустота то есть для того чтобы это пустое место не капало то есть во-первых не тратилась вода во-вторых это место не было мокрое потому что все-таки смысл капельной ленты это экономия воды там где место не будет долго поливаться там не будет расти сорная трава вот я так не люблю траву вот так что вы берете вот например предположим у вас вот только вот на этом месте будет расти розочка вы берете на эту розочку порядка метра капельной ленты потом подсоединяете с помощью того же ремонтника капельную трубку и так до бесконечности в принципе всю эту систему может собрать женщина сама я очень часто кстати слышу когда вот приезжают семейные пары вот есть дядечки прямо такие хорошие которые жена сказала хочу капельное ворошение он взял и сделал а есть такие которые говорят ой давай подумаем это так тяжело это так сложно ничего там сложного нету если у вас есть источник воды на участке то есть грубо говоря обычный кран вы можете это сделать сами ничего страшного вам нет вам нужны будут капельные ленты капельная трубка всевозможные крантики соединители уголочки и очень острые ножницы все и вы облегчите себе труд на очень-очень большую и на время и на удовольствие потому что пролить шлангом или лейкой или ведрами качественно невозможно как бы вы ни старались капельная лента в этом плане это вообще очень большая помощница так ну вот так вот я прям не нарадуюсь мне так нравится когда все засыпано мульчой все так сразу аккуратно смотрится это кстати наша Глория про которую я снимала как-то видео вот эта лошадь вымахала она там где-то наверху собирается цвести монстр ну что мы на следующий год ее немножко подкоронаем хотя я обычно всегда говорю я тебя подрежу я подрежу когда я подхожу я вижу что у нее на концах уже начинаются бутоны думаю ну как тебя резать все уже все цвети она цветет и тут же начинает выпускать длинные боковые она наверное просит меня чтобы я ей какой-нибудь красивый кустодержатель высокий сделала мы все здесь очистили мы сделали им больше воздуха так сказать проветриваемость при плотной при плотной посадке должна быть хорошая чтобы не было никакой заразы вот так у нас уже осень-осень вот гибискусы у нас уже осыпаются листья уже вот эта хризантема я не знаю как ее правильно называть уже отцветает но тем не менее вот например ива стоит еще зеленая ну вот как-то так еще раз повторюсь аква будет у нас немножко на весну тоже сорт вроде бы из теплицы но опять же это старая еще селекция не очень современная хорошо себя ведет и в грунту красивая ножка хорошо держит цветок цветок достаточно тяжелый хороший сорт новая это хорошо забытое старое одно время за ней гонялись потом ее все дружно возненавидели потому что она наверное была у всех потом про нее забыли сейчас ее опять спрашивают ну вот как-то так будут вопросы спрашивайте а теперь всем спасибо и до свидания до свидания спасибо